Сейчас, чтобы сесть за руль автомобиля, нужно достичь возраста 18 лет и иметь права определенной категории. Если же водителю меньше 18, а он сел за руль, то в этом случае наступает административная ответственность для родителей. Однако ситуация может измениться. Так МВД России предложило, чтобы 16-летние водители с правом управления легковым автомобилем могли управлять транспортом. Вот только есть одно условие. С ним должен быть более опытный водитель. Педагог дополнительного образования Валерий Гуленков заявил, что инициатива не такая уж и плохая. Нужно собрать опыт европейских стран. Но добавил, что идею эту надо опробовать. Я бы выделил группу детей, которые, например, занимаются автоспортом, гоняются, у которых выработалась уже интуитивная прогнозирование дорожной ситуации. Те, которые, я уверен, могут выйти из любой дорожной ситуации достойно. На картах, которые стоят в гараже, уже не первый год ездят ребята. Самому младшему в секции 6 лет. Он уже участвует в соревнованиях. Так что ребята из автокружков будут чувствовать себя за рулем уверенно, говорит Валерий Гуленков. Другое дело обычные водители. У нас вся ответственность ложится на папу, на родителя, который находится рядом. Дети разные бывают, понимаете, дисциплина. Здесь как воспитание у ребенка, как будет он слушаться, не будет. Новая инициатива МВД еще будет дорабатываться. Так, например, еще нет точного определения критериев опытности водителя. И это не единственное новшество в ПДД, связанное с несовершеннолетними. В России могут начать строже наказывать за нарушение правил дорожного движения, если в машине есть ребенок. Кабинет министров Российской Федерации поручил Минюсту и МВД до апреля 2020 года проработать вопрос более строгого наказания водителей за нарушение правил дорожного движения, если в салоне машины находятся несовершеннолетние. Однако все эти инициативы еще не вступили в силу. Их предстоит доработать. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания, город.